Антистрессы, еще антистрессы, лизунчик, Маша и Медведь, и куча круассанов Чипипао! Смотрите в пятерочке какие свинки появились, копилки. 99 рублей стоит, о, сколько цветов есть. Синенькая, розовая, желтенькая. Но мне вот эта желтенькая нравится. Не знаю, может купим, ближе к Новому году купим. Милане розовая нравится? Да. Вот такая розовая. Итак, Милане купили вот такого свитбокса Маши и Медведь. Кстати, свитбоксы Маши и Медведь, на удивление, в пятерочке стоит дешевле всего 99 рублей. Так что вот такой большой мишка, это тебе. Еще мармеладка здесь. А, вот она, коллекция. И вот они все медведя. Мама, мне даже... Ой, тут даже Маша есть. Маша-рокер. О, прикольно. Потом, смотрите, появились вот такие мялочки. В эти пятерки еще есть лизуны в банках. И есть антистресс. И смотрите, какие разные. Это кто это? Котенок, что ли? Котенок. Это еще какой-то котенок. Какой-то заяц непонятный. Еще цыплята есть. Вау. По-моему, стоят они около 50 рублей или даже 39. В общем, очень недорого. Уник Тойс написано. И посмотрите, какая она прикольная. Вау. Кто бы мог подумать, там их очень много. Я в пятерочке поснимал. Видео вам, наверное, буду вставлять, как мы в пятерочке что-то там снимаем. Вау, какая она прикольная. Да, Милана? Да. Вот, посмотрите. Это просто супер-пупер. Папа. Такое, как пироженка. В общем, классические такие мялочки. Классные, няшные. Ой, ой, она прыгает. Нет. По традиции взял монстрика. Вот такой монстрик. Забыл я, куда-то пакет отложил. Жена, наверное, выкинула его. Как они выглядят. И смотрите, новые монстрики появились по 54 рубля. Есть такие паучки лохматые. О-о-о. Есть черные, оранжевые. Но я себе взял два других. Около 90 рублей стоит. И еще, видите, тут такой язык. У меня очень много видео на канале с этими монстриками. Где-нибудь ссылочки оставлю. Тут где-нибудь вверху там будет ссылка и так далее. И смотрите, он даже светится. Да, о, там даже... О, видите, он светится. И он такой, как антистресс. То есть его можно понадувать. То есть вот так ему глаза надуть. Вау! Во! Можно руки. Но самый прикол, конечно... Ой, он волоса собирает. Да, единственный минус. У меня кошачьих волос полно. Вот этот язык. Это, конечно, вообще прикол. О! Ня-ня-ня-ня-ня! Ня-ня-ня-ня! Хе-хе-хе! Такой прикольный. Держи. Спасибо! И лягушка тоже хорошая. Да? Да. О! Светится, но что-то плохо видно. Что, братишка? Да. Милана говорит, братишка. Зайчик, ты мой братишка, да? Да. Меня зовут лягушка-лизунка. Я Варка-попрягайка. Попрягайка? Да. Ну что, пойдем погуляем? Да. Да! Смотрите, в пятерочке уже эти новогодние подарки. Да. Да. Че, Милан, какой будем брать, снимать? Я даже не знаю. Ёлка! Тебе ёлка больше всего нравится? Да, вот эту. А мне, знаешь, какой нравится? А мне Милка нравится, вон. Милка? Да. Милка прикольный. Ну ладно, чуть попозже начнем снимать. Лизуна! И лизуна! Смотрите, появился лизунок Хэллоуину. Посмотрите, какие прикольные. 87 рублей, по-моему, стоит такой лизун. Похожие лизуны где-то я покупал. Правда, не помню точно где. Давайте его распакуем. А, нет. Для начала нам нужно убрать мою подставку, потому что лизун испачкает. Смотрите, у нас пятерочки бузовые, продают чипсы. Вот это, да, прям как липы. О, вот теперь нормально. Мой грязный коврик специально для лизунов. Да? Нифига он не открывается сам по себе. Вау! О, да. Вот так. Вау! Вау! Очень липкий. Очень липкий. Так, ну что, попробуем его. Ого! О, прикольный лизун, кровавый лизун. И смотрите, что там внутри есть. Там есть глазик. Еще патик. О, глазик такой. Вау, прикольный глаз такой. Такой, как мячик. Да, это мячик. Смотрите, он прыгает. Тын-тын-тын. Так, и пальчик там есть, да? Угу. О, смотрите, резиновый пальчик есть. То есть, есть глазик и пальчик. И все это в такой кровавой жиже. В общем, пятерочка нас, как всегда, радует. Всякими фигнюшечками. О, лизунище. Тянись. Упадик тоже есть. И этот лизун по-любому можно надувать трубочкой 100%. Патик тоже бегает. Мам, принеси нам трубочку. Да. И ходит в двое. Мы будем надувать лизуна. Милан, как тебе глаз? Малана. Хочешься такой? Угу. Смотрите, наш зайчик прилип в лизуна. Что же нам делать? Срочная операция по удалению лизуна. Хи-хи-хи. С зайца. Жесть. Нет. Фу. Нельзя взять лизуна. Да, нельзя. Это я просто хотел фотографию сделать на заставку. И так получилось. Я не виновата, я-я-я. Ты виновата. О, все. Зайчик нормально, жив. Забирайте зайчика. Так, а лизуна мы пока тоже уберем. Соберем его. Ну, дуть. Дуть? Да. Я думал, мы упаду лучше в этом, в баночке. А, ну хотя давай, дуй. О. О, нормальная тема. Отлично надувается. О. А, тихо. Давай уберем его в банку и попробуем так надуть. Фу, смотрите, он. А зачем два, две трубочки зачем? Все, убираем его. Да. Газ не надо? Что-то от него слишком много проблем. Панчик. Да, пальчик. Хоп, сюда. Только вот осталась грязь. Да. Милана, надо принести салфетку. О. Вот это, да? Блин, надо показать по-другому. Давай, Милана, дуй. О. О, вот это, вот это уровень. Тихо, тихо, сейчас лизун поглотит тут всех. Надо обратно убирать. Да. Тут слипкий липучий, надо татарбонат сюда чуть-чуть попрыскать. А где у нас, Валь, был из фикс-прайса татарбонат? Помнишь, там такой для ног был? О, пошло дело. Вау, крутяк. Вот это коктейль получился. Да. Ну ладно, давай теперь открывать Чипикао. Да. В общем, этот лизун нам не понравился, слишком улипкий. Да. От него остается до всяких липистых. Так что не советуем, да, Милан? Да. А теперь начинаем распаковку Чипикао. У нас есть 9 пачек, где маленький Чипикао. И одна пачка с большим. Давайте начнем с большого. О, Милан, открывай, посмотрим, что там. Клейки рвать. Вот так рви его. Вот так. О, мама, а ты нам принеси эту. Тот круассаны. Нам попало вот это. Да, смотрите, кто нам попался. Нам попалась вот такая фишка номер один. Я так понимаю, там должны быть наклейки. У Милана уже пробует. Да. Круассан. Я куплю. А, нет, смотрите, это такая просто фишечка. О, вот она она. А, нет, это наклейки, да. Вот, то есть сверху наклейка, а снизу фишечка. Так что вот у нас номер 29 первая попалась. Их всего 90 в коллекции. Это «Монстр на каникулах». Кстати, обалденный мультик. Нам очень нравится. И видите, в ней даже можно играть в фишечки вот такие. Класс. Давайте. Давайте сейчас начнем следующие. Так, это мы отправляем в коллекцию. Открывайся. Ты что, голодная? Угу. О, тут маленькие круассанчики. Маленькие. Маленькие. Фишки внутри. Кстати, эти круассаны по 19 рублей по акции сейчас пятерочки стоят. Так что очень даже неплохо. Я бываю мусова. Так, Милан. Открываем следующий. Давай, я. Давай. Саня мус вот эту. Такой сразу сюда. Оп, и все. Здесь у нас вот такая семейка. Хотель Трансильвания. Это, я так понимаю, одна из первых, что ли? А, да. Первая фишка нам выпала. Смотрите. Это фишка номер один. Ну что, как вы поняли, открывать пакеты у Милана не особо получается. Так что продолжим сами. Смотрите, здесь у нас какие-то семейства волчат. Номер семь. Я, честно говоря, мультик не смотрел. Ну, так, смотрел отрывками. Он вроде как прикольный. Но именно, чтобы всех знать героев, нет. Я не знаю. О, смотрите, фишка испачкалась. Здесь нам попался, это же Франкенштейн номер 55. Милана сказала, что нам попался красавчик номер 72. Но это этот парень, муж уже, по-моему, стал он, да, мужем этой дочки Дракулы. Ну, судя по всему, он не очень сильный. Довольно. Кстати, мне кажется, что я чипикал столь чуть-чуть повкуснее. Я вот сейчас попробовал, как-то он повкуснее. О, это Бита попалась. А, нет. А, мой отец, Битас. Не знаю, как это переводится. Номер 51. Давайте откроем его. Как-то неудачно. Бывает, знаете, они попадаются, когда лицевой стороной без шва, а бывает, когда шо? Со швом вообще некрасиво. О, ну, смотрите, она какая-то мятая попалась. Блин. Да, ну тоже. Да, это наклейка помялась. Эх, обидно. Ой, тут мащи уже поболее. Держи, мило. Открываем следующего. Чипикау. Чипикау. Вау, какая-то крутая фишка номер 20. Интересно вам сейчас смотреть такие распаковки? Пишите в комментариях, если собираете ли вы такие коллекции. Ну, вроде как прикольно. Вау, какая красивая. Номер 81. Дривинг, Дэдди, Бэдди какие-то непонятные. Вроде это летучая мышь, дочка которая, помутана. И вот такие у них характеристики. Ну и последний пакетиши. Как его открыть? Некоторые прям открываются прям отлично. Некоторые я не могу поддеть. Оу, снова какие-то скелеты мексиканцы. Лос Маринос, Муэртос, Ля Лертос. Это вообще Монстры на каникулах. Напоминает еще другой мультик. А да, Монстры на каникулах. Смотрите, тут сзади все указано. Просто я не помню вот этих скелетов из Монстров на каникулах. Ну и вот такая куча у нас вышла круассанов из 10 упаковок. Всего получается 10 упаковок стоит 200 рублей. По-моему 19 рублей, 99 копеек или 90 копеек стоит одна пачка. То есть получается за 200 рублей вот такая корзиночка. И кстати они прикольные. Раньше они были какие-то пресные. Сейчас они, мне кажется, стали повкуснее. Ну и смотрите, вот такая коллекция мне выпала. 10 штучек. Собирать не или нет, как вы думаете. Ну вообще, мне кажется, очень сложно будет их собрать. Хотя такие прикольные фишки, прикольные наклейки для моей коллекции. О, кстати, сейчас мы их соберем. Получается, вот так по порядку их разложил. Сейчас я их соберу в одну кучку и вложу в нашу коллекцию. Мя, давай баночку. Вот смотрите, у меня есть вот такая волшебная баночка, где я храню все свои эти фишечки. Там и миньоны, и энгрюберцы, и все на свете. И теперь они отправляются нам сюда в коллекцию тоже. Да, друзья. О, вот такая целая банка у меня уже, посмотрите. Баночка, кстати, из фикс прайс. Ну вот и все. Будем с вами прощаться. Подписывайтесь на мой инстаграм, на группу вконтакте. Ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. Всем пока! И пока! Ау! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok